Добрый день, я приветствую всех и должна выразить только свое большое удовольствие от возможности выслушать все эти доклады и сказать еще что-то от себя. Хронический гонадотропин? Или сюда? Куда надо направлять? Хронический гонадотропин, надо сказать, представляет собой один из совершеннейших маркеров беременности, естественно, и опухолей и гистационных, и негистационных, когда эта опухоль продуцирует хронический гонадотропин. По своей структуре хронический гонадотропин представляет гликопротеин, который состоит из двух цепочек альфа и бета. И альфа менее значительная, и она схожа с другими гормонами, фолликулостимулирующим, териотропным гормоном, лютинизирующим, и специфичная для хронического гонадотропина бета. Что касается, еще очень важным элементом в них являются вот эти вот, ну, я не знаю, видно это или нет, мне не видно этой красной точке. Вот кружочками обозначены олигосахариды, которые прикреплены на этих двух субединицах альфа и бета-хорионического гонадотропина, которые обеспечивают конфигурацию гормона и сохраняют его структуру. Но могут происходить изменения с молекулой, и тогда вместо одного олигосахарида, в частности, в первую очередь, на бета-субединицу, присоединяются дополнительные олигосахариды, и тогда мы имеем дело с гипергликозилированием гормона. И гипергликозилирование уже способствует нарушению соединения между двух субединиц альфа и бета. Помимо гипергликозилирования... Помимо гипергликозилирования может происходить ещё расщепление, и тогда это касается в первую очередь тоже бета-субединицей между 44-й, 45-й, 47-й, 48-й аминокислотами. Вот здесь на картинке это видно разрывами. Разрывается эта молекула. И вот после расщепления и гипергликозилирования образуются отдельные виды субединиц хорионического гонадотерапина. И конечное ещё расщепление. Когда от бета-субединицы отсоединяется С-последний хвост, и это от 93-й до 145-й аминокислоты, и последний конечный продукт распада – это бета-хорфрагмент, который, следующий, пожалуйста, образуется в моче. И вот расщепление бета-субединиц и гипергликозилирование приводит к тому, что резко меняется функциональная активность гормона, и время его стабильности в крови сокращается от 1300 часов до 22. А самое главное – нарушается его возможность соединяться с рецепторами лютинизирующего гормона и влиять на продукцию прогестерона. Следующий. Ну вот, как уже говорили, я просто уже хочу напомнить, применительно к тем особенностям молекул хорионического гонадотропина, что в самом начале образования хорионического гонадотропина идёт вот в этих клетках цитотрофобласта, цитотрофобласта, и только потом в синците трофобласти. И вот когда, следующее, когда вот на этой схеме клетки цитотрофобласта показаны слева в виде единичных клеток, в них образуется главным образом гликозилированный хорионический гонадотропин, гликозилированные молекулы. И эти молекулы отличаются, этот гормон отличается тем, что именно он обладает возможностью и способствовать индукции оплодотворённой клетки в матке. И если речь идёт о обухоли, он способствует делению и метастазированию и распространению обухоли. А справа – это клетки синцития трофобласта. Значит, цитотрофобласт – это преимущественно гликозилированные формы хорионического гонадотропина, а синцития трофобласт – это нормальный или регулярный, как говорится, хорионический гонадотропин. Пожалуйста, следующее. Это известные всем данные по уровню хорионического гонадотропина на фоне беременности. Он начинает увеличиваться с первой недели, содержание в крови до 12 недели растёт. И, что важно, с 12 недели при нормальной беременности уровень хорионического гонадотропина снижается. Помимо беременности, надо сказать, что хорионический гонадотропин в небольшом количестве обнаруживается и в гипофизе, и у женщин в менопаузе до 5 единиц. Следующий, пожалуйста. У женщин функция хорионического гонадотропина – это созревание фолликулов, овуляция, образование жёлтых тел, синтез прогестерона и эстрогенов. У мужчин секреция тестостерона, дегидротестостерона и поддержание сперматогенеза. Благодаря вот этим превращениям, о которых я говорила, гипергликозилирования и расщепления, на сегодня существует 15 форм хорионического гонадотропина, которые находятся в сыворотке и могут находиться в матче. Основные 5 из них – это которые продуцируются плацентой и нетрофобластическими опухолями, это гликозилированный общий ХГЧ, гипергликозилированный ХГЧ, гипергликозилированная свободная бета-субъединица, свободная бета-субъединица и корфрагмент, который находится в матче. А10, вот 5 основных, А10 – это ещё дальнейшие продукты метаболизма хорионического гонадотропина. И вот в таблице, будьте добры, следующее, вот здесь в таблице, где приведены все эти 10 молекул хорионического гонадотропина, почему я хотела её представить, почти что против каждого из них, любой молекулы, есть слово «опухоль». То есть, это гормоны, которые и характерны для беременности, и образуются в злокачественных опухолях. Следующий, пожалуйста. Ну, здесь много говорилось о трофобластических опухолях. Давайте пропустим это, не будем на этом останавливаться. Я не нажимаю, но, к сожалению, без толку. Вот что нам важно для диагностики трофобластической болезни. Вот видите, это всё варианты хорионического гонадотропина, которые могут находиться. Это ХГЧ сам ординарный, это субединица, свободные альфа и бета, это гипергликозилированная бета-субединица и кор-фрагмент деградированная бета-субединица, которые находятся в крови и в моче. И здесь, в таблице, где сравнивается нормальная беременность хорион-эпетелиома, пузырный занос, который, так сказать, рискует перейти в хорион-эпетелиому, вот показано по сравнению с нормальной беременностью, как при пузырном заносе и при хорион-эпетелиоме расщеплённый бета-хорионический гонадотропин, кор-фрагменты, свободный хорионический гонадотропин выше, чем при нормальной беременности. И высокие значения хорионические, что является маркёрами того, что в данном случае вы имеете дело с хорион-эпетелиомой. Во-первых, очень высокий уровень хорионического гонадотропина. Он может колебаться в очень больших пределах. Кроме того, если вам представляется, что это нормальная беременность, но прошла 12-я неделя, а уровень хорионического гонадотропина не снизился. И ещё одно. Когда есть соотношение между свободной бета-субъединицей хорионического гонадотропина и общим хорионическим гонадотропином, вот если свободная бета-субъединица превосходит 80% общего количества, это признак того, что речь идёт о пузырном заносе или хорион-эпетелиомой. Следующий, пожалуйста. И надо сказать, что опухолевая клетка, она способна продуцировать очень... Если в ней идёт образование хорионического гонадотропина, она способна продуцировать их в очень больших количествах. И были сделаны пересчёты от клетки на влажную опухоль. И авторы пришли к выводу, что даже при очень маленькой опухоли, если в ней идёт продукция хорионического гонадотропина, эта продукция может быть очень высокой. То есть это ещё говорит, насколько этот гормон, потому что это, в общем, гормон, конечно, может быть полезен в диагностике. Возвращаясь к гипергликозилированным формам хорионического гонадотропина. Как я уже говорила, они образуются в цитотрофобласти. Первые недели беременности. И в этот момент они составляют в сыворотке и 89, и в моче 96% хорионического гонадотропина. Они занимаются имплантацией яйцеклетки в эндометрии, созданием трофобласта. Но затем их процент с 90 падает до 12-19. Но если речь идёт о хорионопетелиоме, если это произошла трансформация и это патология, то процент этих гипергликозилированных форм остаётся чрезвычайно высоким – 60-100. И также очень высоким будут обнаружения корфрагментов мочи. Следующий, пожалуйста. Значит, признаки хорионопетелиомы высоких АГЧ, высокий гипергликозилированный ХГЧ, высокая свободная бета-субединица и гипергликозилированная свободная бета-субединица. При нитрофобластических опухолях в первую очередь повышается свободная бета-субединица. И в отношении агрессии течения опухоли и плохого прогноза это гипергликоризированная свободная бета-ХГЧ в сыворотке и корфрагмент, вот последний отщеплённый фрагмент бета-ХГЧ в моче. Следующий, пожалуйста. Но я не буду сейчас это говорить, только что передо мной в докладе говорили, на каких сроках надо исследовать больных с пузырным заносом, повторять эти исследования сначала каждую неделю, потом первых трёх. Ну, пропустим этот слайд, мы только что это слышали, как это важно наблюдение. То же самое для постановки хорина петелиомы, очень важное исследование в течение первых двух недель, на первый, седьмой, четырнадцатый день. И мне хочется здесь также поддержать Елену Вильямовну, которая говорила о сроках, как может возникать опухоль. Вот работа Манглы 2017 года. Там наблюдение через 25 лет был поставлен диагноз хорина петелиомы после закончившейся периоденности. Помимо трофобластических опухолей, известно, что хорионический гонадотропин образуется и в опухолях молочной железы, и в опухолях матки, в мочевом пузыре, толстый кишечник. Я уже не говорю о герминогенных опухолях. А вот работа буквально совсем недавняя, когда 54-летняя... Я хочу её показать как ценность этого маркёра. 54-летняя женщина не понимает, от чего она страдает, случайно, среди всего прочего, исследует хорионический гонадотропин, и оказывается, что это была опухоль мозга, продуцирующая хорионический гонадотропин, и она стала маркёром для этого заболевания. Очень важен вопрос определения хорионического гонадотропина. Вы видели, какая это сложная молекула? Значит, всё зависит от того, какими эпитопами пользуются те или иные фирмы, создавая тест-системы для определения этого гормона. Можно на следующий? И в зависимости от состава антител могут определять только нерасщеплённые ХГЧ, только нерасщеплённые со свободной бета-субъединицей, расщеплённые нерасщеплённые ХГЧ и свободную бета-субъединицу, и все типы молекул, включая корофрагменты. Но следующее, будьте добры. Это показано, из какого количества сыворотки могут исследовать, опять же, разные фирмы и наборы. Давайте дальше, пожалуйста. Я хочу сказать, что могут быть при всём при том ответы как ложно-положительные, так и ложно-отрицательные. И это нужно обязательно иметь в виду, поэтому исследования корионического гонадотропина должны быть повторными, но ложно-положительные за счёт того, что может быть связь антител с другими молекулами. И, в частности, было проведено такое исследование, когда 200 лабораторий тестировали стандартные сыворотки. От 9 до 13% анализов оказались несовпадающими и дефектными. Следующее, пожалуйста. В отношении ложно-отрицательных результатов тут важно, потому что, ну, если, во-первых, тест-система не имеет тех антител на расщеплённый или на гипергликозилированный гормон, который тестируют, кроме того, при очень высоком уровне ХГЧ цифры могут быть ниже, чем они есть на самом деле. И могут быть субстанции, в частности, гетерофильные антитела и неспецифические белки, которые вмешиваются в реакцию. Следующее, пожалуйста. Ну, вот это пример того, как мешает... Есть определённое содержание интактного хорионического гонадотропина и добавляли туда возрастающее количество, вот они показаны внизу, до миллиона единиц бета-ХГЧ коррфрагмента. И вот по мере того, как увеличивалось содержание коррфрагмента бета-ХГЧ, результат определения общего ХГЧ, он снижался. Следующее, пожалуйста. Ну, надо сказать, что об эктопической беременности сегодня несколько раз говорили. и ориентируясь на хорионический гонадотропин, сказано, что не всегда можно, только ориентируясь на него, ставить диагнозы. Очень важна клиника. Потом, если результаты хорионического гонадотропина не подтверждаются клиническими данными, необходимо использовать другие антитела, и обязательно использовать исследование мочи. Важно также разведение сыворотки, но это больше лабораторные задачи. Следующий, пожалуйста. В заключение мне хочется сказать, что вот при всей важности, при всём интересе, который даёт определение хорионического гонадотропина, для оценки трофобластических, нетрофобластических других опухолей, сегодня ещё есть достаточно много, но мне не хочется говорить слово несовершенства, но всё-таки недостатках в определении. Поэтому на сегодня известны 15 молекул разных. Наверное, в будущем их будет больше. Эти тест-системы должны совершенствоваться. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.